Бесной демонической лозы. Пламя белого дьявольского огня стремительно разгорелось, и его ужасающая сила буквально взорвала небесную демоническую лозу изнутри, превратив в пепел то, что от нее осталось. Вокруг чуму летали черные частицы пепла. Превратившись в полу дьявола, он стал похож на демона резни. Он заставил раненую душу Сягуанханя задрожать от страха. Очередная смерть духовного питомца нанесла еще более серьезный урон души Сягуанханя. В этот момент его лицо было белым как известь, и как могущественный духовный мастер. Сам Сягуанхань, независимо от ситуации, никогда не поверил бы, что он будет доведен до такого состояния отбросом, которого четыре года назад мог в любой момент времени убить щелчком пальцев. Ву-ву-ву-ву. Все это время Мусе сражалась с желтым драконом. Ее великолепные девять хвостов последовательно оставляли на теле ее врага глубокие раны. Защита желтого дракона была намного сильнее, чем у Мусе. Тем не менее, в скорости Мусе обладала абсолютным преимуществом. Количество атак и их частота желтого дракона определенно была не такой же быстрой, как у великолепной проворной королевской пламенной девятихвостой лисы Инферно. Тем не менее, желтый дракон был на седьмом уровне восьмого ранга, и его боевая сила все еще была выше, чем у Мусе. Из-за затянувшегося сражения Мусе, которая сейчас полагалась на эффекты лунного света, чтобы достичь мощи седьмого ранга, начало постепенно слабить. Чуму знал, что у Сягуанхань еще есть кого призвать. Однако в тот момент, когда он вызовет оставшихся питомцев, он обязательно привлечет внимание хозяина этого лиса. Поэтому Чуму не стал сразу атаковать раненого Сягуанханя. Вместо этого он бесцеремонно направился в сторону желтого дракона. Глава 226. Тройной обряд Мусе. Зловещее устрашение. Чуму снова использовал на своем голосе духовные исследования и передал приказ Мусе. Между ними до сих пор сохранилось абсолютное взаимопонимание, поэтому Чуму нужно было только назвать технику, а Мусе уже знала, как и на ком ее использовать. В ее серебряных глазах мелькнул ледяной отблеск, который в следующий миг превратился в нематериальную ментальную волну, которая нахлынула на раненого Сягуанханя. Зловещее устрашение брало под контроль сознание врага. Из-за раненой души сила Сягуанханя ослабла. После того, как на нем была использована ментальная техника Мусе, которой хоть и не удалось по-настоящему контролировать могущественное сознание дрессировщика, но все же удалось прервать его заклинание и помешать отозвать желтого дракона. Убей желтого дракона. Когда Чуму увидел, что Мусе прервала заклинание отзыва, уголки его губ приподнялись в усмешке. Чуму взмахнул руками, и дьявольское пламя по дуге пронеслось над землей. Во вспышке белого света в воздух внезапно взмылись языки обжигающего белого пламени, образовав собой стену чистого белого огня. Он полностью разделил Сягуанханя и желтого дракона, и это совсем лишило его возможности отозвать своего питомца назад. Увидев, что желтый дракон оказался один на один против полу дьявола Чуму и королевской лисы Инферно, лицо Сягуанханя еще сильнее побледнело. Небесная демоническая лоза седьмого ранга и синий кошмар восьмого ранга уже были убиты. Сягуанхань уже был взбешен, но если что-то случится и с желтым драконом, который очень много значит для него, то ему будет крайне сложно сохранить свой пост и власть в дворце кошмара. Сягуанхань не считал желтого дракона мертвых песков своим основным духовным питомцем. Скорее для него он был просто высококлассным питомцем-монархом драконьего вида, который обладал отличным потенциалом. Как только его ранг возрастет до восьмого, после небольшого усиления атрибутов он определенно станет самым грозным духовным питомцем Сягуанханя. Питомца типа насекомой вида драконов были необыкновенно ценными. Сягуанхань прошел через множество трудностей, прежде чем, наконец, смог получить этого высококлассного монарха, желтого дракона мертвых песков. Он придавал ему большое значение, даже больше, чем своему белому кошмару. И смотря сейчас на то, как его желтого дракона оказался в смертельной опасности из-за полу дьявола чуму и его королевской лисы, его бледное лицо стало еще более безобразным. Независимо от того, что сейчас должно произойти, желтый дракон не должен умереть. Сягуанхань до сих пор не отказался от цели получить еще более высокую позицию в дворце кошмара с помощью этого духовного питомца драконьего вида. Сягуанхань у ничего не остается, кроме как проигнорировать угрозу появления синего галактического демона императора. Выражение его бледного лица изменилось, и он произнес заклинание. Единственный, кого он мог призвать противостоять полу дьяволу чуму, был духовный питомец девятого ранга, пикового развития статуса командир. Это был единственный способ спасти его желтого дракона мертвых песков. На земле медленно проявилась печать призыва. Командир девятого ранга был окутан чрезвычайно сильной аурой, которая практически мгновенно охватила весь лес. Это был сильный демонический ветер, которому было невозможно сопротивляться. На девятом ранге по сравнению с восьмым существовал такой разрыв в силе, который было крайне нелегко преодолеть. Развитие с восьмого ранга до девятого сопровождалось огромным увеличением силы. Даже у питомца статус ослуги достигшего девятого ранга сила достигнет ужасающих масштабов. У достигшего этого ранга питомца командира изменяется сама сущность силы, которая дает возможность раскалывать землю и вызывать оползни. На область упала огромная аура. Для защиты желтого дракона Сягуан Хань отбросил всю свою осторожность. В самом центре синего леса громовой зверь ночных грез был прижат к земле. Несмотря на то, что он уже перешел на первый уровень седьмого ранга и обладал мощными атрибутами, перед хозяином вводящего в заблуждение региона девятого ранга ему было очень трудно оказать какое-либо сопротивление. Голубой галактический демон Император. Немногие могущественные дрессировщики духовных питомцев из региона Силен знали о том, что в этом месте, в южных запретных землях обитают демон с чрезвычайно ужасающей силой. Этому демону было дано имя Синий галактический демон Император, но оно не относилось к виду этого духовного питомца. Скорее это было его личное имя, потому что нет ни одного дрессировщика духовных питомцев, который лично лицезрел истинный облик этого ужасающего духовного питомца. О нем известно только то, что люди, которые разозлили Синий галактического демона Императора, никогда не смогут живыми покинуть аномалию вводящую в заблуждение девятого ранга. И сейчас появившийся перед громовым зверем питомец синего цвета был именно Синий галактический демон Император, который известен и которого боятся абсолютно все специалисты региона Силен. Синий галактический демон Император является хозяином этой территории, и только он мог позволить нескольким демонам остаться здесь жить. Он также может позволить некоторым кочевым духовным питомцам поглотить здешнюю демоническую ауру, но сначала им нужно было получить его разрешение. Если духовный питомец поглотит здешнюю демоническую ауру, не получив на это предварительного одобрения хозяина этого места, Синий галактический демон Император точно не спустит им этого с рук. Громовой зверь украл демоническую ауру, чем сильно разозлил синего галактического демона Императора. Столкнувшись с мощным существом этого мира, громовой зверь принципиально не смел сопротивляться ему. Ему оставалось только ползком приблизиться к нему и молить синего галактического демона Императора простить его. Внезапно в воздухе пронеслась странная рябь, вслед которой этого места достигла огромная безудержная аура. На демоническом теле демона Императора покачивалось спокойное сияние, пока этот мощный духовный питомец медленно повернул голову и взгляд его спокойных глаз сосредоточился на том месте, из которого пришла эта аура. На территории демона Императора жило много духовных питомцев. Каждый день между ними вспыхивали сражения, но хозяин игнорировал их. Поэтому когда он почувствовал отголоски битвы Чуму и Сягуанханя, он посчитал, что это его не волнует. Однако внезапное появление командира девятого ранга с такой сильной аурой привлекло его внимание. Необычная фигура демона внезапно беззвучно исчезла. Он не потревожил ни единой травинки на Земле. Но синий демон Император смог преодолеть более одна тысяча метров. Телепорт. Телепорт можно рассматривать как самую сложную технику среди духовных питомцев демонического типа. Техникой, которую использовал синий галактический демон Император, оказалась техникой демонического типа, телепортом. Телепорт нельзя считать скоростной техникой, потому что он был практически мгновенным движением, благодаря которому питомец преодолевал большие расстояния за минимальный отрезок времени, что было хаотично и нелогично. Аура синего галактического демона Императора постепенно рассеялась, и громовой зверь посмотрел в ту сторону, куда ушел демон Император. Воспользовавшись тем, что демон Император отвлекся на какого-то могущественного духовного питомца, он сразу же вскочил и решительно направился в сторону Чуму, желая как можно быстрее покинуть территорию демона Императора. Желтый дракон с болезненным воплем всем телом рухнул на землю. Вы все умрете. Увидев, что желтый дракон был тяжело ранен Чуму и королевской лесой, гневся Гуанханя достиг максимума. С сильной ненавистью он приказал командиру 9-го ранга убить Чуму. Командир 9-го ранга, Яростный зверь Кровавого пруда. Яростный зверь Кровавого пруда. Царство демонов, тип, зверь, вид Яростный зверь Кровавого пруда, духовный питомец статуса командир высокого класса. Яростный зверь Кровавого пруда, так же как и Зверя Ледяной Тундры, считают знаменитыми совершенными командирами. По его ауре четко видно, что Ся Гуанхань провел его на 9-м ранге через усиление. Его боевой талант определенно превзошел Зверя Ледяной тундры Цзяфына, и этого было вполне достаточно, чтобы сравнить его с духовным питомцем статуса монарх. Укрепление на девятом ранге возвысило его на уровень монарха. Этот уровень духовного питомца был практически непобедим. Яростный зверь кровавого пруда широко раскрыл свой кровавый рот, внезапно издал рев. Выпущенная с ревом пугающая аура мгновенно сформировала грозный ураган восьмого ранга силы. Поражая все на своем пути, он устремился у чуму и мусе, чтобы поглотить. Эта простая аура вызвала такую разрушительную мощь. Наверняка используя он нормальную духовную технику, и ее разрушительная сила, несомненно, достигнет девятого ранга. Мусе отражение девяти хвостов, крикнул чуму Мусе, использовав духовные исследования. Одновременно с этим использовал мощную технику уклонения, доставшуюся ему от белого кошмара, призрачный фантом. Чуму сейчас полудьявол девятого уровня седьмого ранга. Его боевая сила была совсем не то, с чем мог сравниться нормальный питомец статуса монарх. Приближающийся ураган восьмого ранга вынудил его сделать несколько простых шагов назад. Мусе обладает абсолютным талантом в скорости, и благодаря ей уклонилась от мощной ауры. Истинной целью Сягуанханя было спасение своего крайне драгоценного желтого дракона. После того, как чуму и королевское пламя на леса отступили назад, Сягуанхань мгновенно произнес заклинание, готовясь отозвать раненого желтого дракона мертвых песков обратно в пространство духовных питомцев. Ты думаешь отозвать его? Даже если ты призвал своего главного духовного питомца, желтый дракон мертвых песков, безусловно, умрет. Полудьявол чуму сейчас был на грани безумия, и его окутанное пламенем лицо со стороны выглядело слишком страшным. Полудьяволу чуму не требовалось зачитывать слова заклинания, и он может моментально использовать технику духовного питомца. В настоящее время его руки медленно поднимались вверх, и между ними разгоралось ужасное белое дьявольское пламя. Со стороны это выглядело как зарождение двух белых драконов из дьявольского огня, непрерывно извивающихся между руками чуму. Мосси – небесный пламенный обряд. Одновременно с применением огненной духовной техники чуму отдал приказ Мосси. Мосси не могла не узнать технику, применяемую им. Без колебаний яростное двойное королевское пламя на теле Мосси внезапно ударило вверх, а во взгляде ее серебряных глаз плескался огонь ее боевого духа. Среди духовных техник белого кошмара также был небесный пламенный обряд. Полудьявол чуму тронул белое дьявольское пламя между своими руками, которое оказалось частью техники седьмого ранга – небесного пламенного обряда. Из-за его собственной силы монарха седьмого ранга, мощь использованного чуму небесного пламенного обряда в настоящее время определенно превзошла восьмой ранг. Чун Мэй – небесный пламенный обряд. Собственная душа чуму, которая принадлежала только ему, все еще оставалась целой. Несмотря на то, что он превратился в полудьявола, чуму все же смог использовать свою собственную духовную технику. Как только было завершено заклинание, дьявольское пламя полудьявола стало еще сильнее и чище. Чуму использовал Чун Мэй, чтобы продублировать не технику Мосси, а собственный небесный пламенный обряд полудьявола. Совмещение духовных техник огненного атрибута может быть совершено только духовными питомцами царства элементалей. Тем не менее, полудьявол чуму использовал и технику кошмара и собственную Чун Мэй, на выходе получив идеальное совмещение двух огненных техник. Самым страшным было то, что это совмещение по-прежнему было совместимо с двойным королевским пламенем Мосси. Совмещение трех небесных пламенных обрядов. Совмещение чуму и техника Мосси привели к тому, что эта техника смогла приблизиться к мощи девятого ранга. Более того, в настоящее время чуму был полудьяволом, и его контроль над огнем был еще более страшным. Даже не принимая во внимание мощное белое дьявольское пламя, которое уже достигло восьмого ранга, они смогли объединить эти мощные огненные техники во что-то, что нельзя описать обычными словами. Глава 227. Появление императора бесшумное, дьявольское пламя белого цвета было переполнено самой жуткой испепеляющей духовной энергией. Бордово-красное демоническое несло себе двойную мощь. Захватывающее кровавое пламя игнорирует кожу и поджигает кровь внутри тела врага. Удивительное трехслойное пламя пылало очень красивым светом, внезапно появившимся в самой темной части ночи. В этот момент все вокруг погрузилось в смертельную тишину. Вертикальный огненный луч нанес точное попадание по телу желтого дракона, и это на удивление подавило практически все звуки окружающего мира. Внезапно тишину разорвал треск разорвавшегося пространства. Тут же за ним на окрестности нахлынула пожирающая огненная энергия, охватившая все в радиусе 100 метров вокруг. С появления огромной огненно-черной воронки трехслойное пламя быстро закрутилось вокруг вертикального огненного луча. Поднявшись вверх, этот смертоносный огонь своим ослепительным светом осветил поле боя. Блики пламенного света играли на бледном лице Сягуанханя. Его глаза с расширенными от удивления зрачками были полностью заняты разрушительным пламенем девятого ранга. Чуму убил духовного мастера, поэтому Сягуанхань знал, что чуму определенно обладает чрезвычайно мощной техникой. Только он совсем не ожидал того, что техника чуму сможет достичь такого ужасающего уровня. Он посчитал, что мощь этой техники вполне доходит до пугающего девятого ранга. Яростному зверю девятого ранга Сягуанханя приходится использовать всю силу своего уровня, чтобы создать технику девятого ранга. Однако чуму смог достичь этого ужасающего уровня после сложения трех огненных техник. Скорость создания небесного пламенного обряда была крайне медленной. Если Сягуанхань увеличит скорость чтения заклинания, он сможет успеть отозвать желтого дракона мертвых песков обратно в пространство духовных питомцев. Однако в таком случае его духовная броня восьмого ранга не имеет и шанса устоять против техники девятого ранга. И сейчас он стоял на распутье. Либо желтый дракон будет поглощен небесным пламенным обрядом девятого ранга, либо он будет серьезно ранен этой техникой. Сягуанханю в такой ситуации оставалось только скрипя зубами выбрать последний вариант. Сягуанхань произнес заклинание и призвал на защиту собственного тела черный кристалл, подняв общий уровень защиты до девятого ранга. Впечатляющее своим видом пламя в виде огненного дракона, который обернулся вокруг вертикально направленного огненного луча, красиво взмыло вверх к бескрайним небесам. Тело желтого дракона было покрыто толстым слоем песка, который со стороны выглядит как крепкий шлем и доспех. Тем не менее, защита желтого дракона достигла лишь восьмого ранга. До этого он был тяжело ранен чуму и мусе, а в настоящее время он столкнулся с трехслойным пламенем небесного пламенного обряда чуму. Также у него не было никаких мощных защитных техник, поэтому его огромное пятиметровое тело было быстро охвачено страшным небесным пламенным драконом. Над синим лесом словно расцвел рассвет, но это было лишь трехслойное пламя, чья три смешанных огня взорвались мощной энергией, сгенерировавшей море яркого света. Синий лес был особым миром, который создали три древних вековых дерева, известных среди демонов как боги-защитники. Их длинные ветви переплелись между собой, создав изолированный мир. И сейчас в центре этих вековых деревьев, между их ветвями взмыл в небо изумительный и великолепный пламенный дракон. В каждом уголке этого вводящего в заблуждение мира девятого ранга стал слышен его мощный драконий рев. Во время полета над лесным морем мощный духовный питомец звездного света столкнулся с яркой огненной вспышкой. На этом звездном питомце стояла высокомерная женщина, в глазах которой отразился отблеск вспыхнувшего вдалеке огненного света. Женщина слегка нахмурила брови. Спустя время от того места пришла волна тепла, которая нахлынула на лицо женщины и растрепала ее волосы. Может быть это сражаются сягуанхани синий галактический демон император? Пробормотала женщина. Ее взгляд остановился на месте, из которого поднялась пламя. Она увеличила скорость и, не заботясь об осторожности, полетела к территории синего галактического демона императора. Техника небесного пламенного обряда действует очень недолго, но наносимый ею урон значителен. Когда шокирующий пламенный дракон исчез, в центре леса появился огромный выжженный кратер. Облако желтой пыли по-прежнему висело в воздухе, но теперь уже смешавшись с частицами огня. И подувший холодный ветер постепенно начал рассеивать ее. Силой желтого дракона был его песок. Вот только в настоящее время просто самого желтого дракона нигде не видно. Несмотря на то, что почти все духовные питомцы драконьего вида на восьмом уровне седьмого ранга имеют прочную броню и огромный запас живучести, против совместной атаки чуму ему все желтый дракон мертвых песков не смог противостоять. Тройной небесный пламенный обряд своей силой девятого ранга оставил от этого питомца пыли песок. От защитной техники черный кристалл осталось мелкое крошево, а доспехи восьмого уровня на теле Сягуанханя заметно потускнели. Его душа снова получила сильный урон, и сейчас Сягуанханя слаб еще сильнее. Его лицо уже начинало неуверенно дергаться. Во время этого сражения Сягуанхань потерял пять духовных питомцев. Небесная демоническая лаза седьмого ранга и синий кошмар восьмого ранга были второстепенными духовным питомцами для него. Их гибель была для Сягуанханя равноценно небольшой неудачи, которую он был способен с трудом, но вынести. Тем не менее, из-за установленной заранее ловушки громового зверя чуму, он потерял своего главного духовного питомца, земного демона второго уровня восьмого ранга. А теперь чуму убил и желтого дракона, который должен был стать его самым сильным духовным питомцем. Его гнев практически испепелил тело изнутри. Убей его. Разорви его на мелкие кусочки ради меня. Лицо Сягуанханя мелко дрожало, и складывалось впечатление, словно все его естество сейчас вот-вот взорвется. Он сердито закричал на яростного зверя, прорав ему приказ атаковать чуму. Насколько силен яростный зверь кровавого пруда девятого ранга? В тот момент, когда он закончил подготовку, он смог создать что-то ужасное, что с точки зрения разрушительности было на одном уровне с примененным до этого небесным пламенным обрядом. Яростный зверь внезапно выпустил самое страшное и сильное шипение. Огромная аура внезапно рухнула вниз сильным давлением, и переплетенные ветки деревьев под его телом тут же начали трескаться и ломаться. Чуму и Мусе, естественно, догадывались о силе яростного зверя. Они использовали свою самую быструю скорость, чтобы разорвать расстояние между ними и Сягуанханим с яростным зверем. На землю с силой приземлились две кровавых лапы, и во все стороны от места их удара мгновенно разошлась безграничная кровавая энергия. Устрашающая и истребляющая все на своем пути энергия уничтожила ветви окружающих деревьев, которые образовывали лес в воздухе. Чуму и Мусе не смогли полностью уклониться от разрушительной энергии этой техники, и, когда лес в воздухе был разрушен, их тела начали падать вниз в раскинувшееся внизу лесное море. Пыпы. Для кого станет неожиданностью, а для кого напоминанием, но все действие проходило на куполе, образованном из переплетенных ветвей деревьев, причем настолько плотно, что на нем словно появился новый мир. Фактически тот самый синий лес, он же лес в воздухе. Расстояние от крон деревьев до земли внизу было около 100 метров. Падение с такой высоты не может оказать слишком большого влияния как на чуму, так и на Мусе. Мусе использовала способность пламенного танца и быстро появилась под чуму, все тело которого было объято дьявольским огнем белого кошмара. Она поймала его себе на спину и ускорила скорость своего движения, направившись к земле. Внезапно за их спинами появился яростный зверь. Его острые когти буквально разорвали пространство перед собой. Тут же из-за разрешительной энергии возникших пространственных колебаний чуму и Мусе были сбиты с ног. На теле чуму были доспехи шестого ранга. В настоящее время у него также была защита белого кошмара почти восьмого ранга. Объединив их, общая защита, естественно, достигла восьмого ранга. Это было даже немного сильнее защиты Мусе. Когти яростного зверя не смогли навредить чуму, но нанесли значительный урон Мусе. Чуму не мог позволить Мусе получить еще урона. Он тут же произнес заклинание и использовал на себе ускорение. Одновременно с этим он заимствовал силу огня белого кошмара, чтобы немного снизить скорость своего падения и стабилизировать его, а затем использовал на яростном звере формацию кошмара. Формация кошмара просто создала небольшое препятствие на пути яростного зверя. Но тот неожиданно смог оттолкнуться и прыгнуть прямо в воздухе, и его огромное тело своей тенью целиком накрыло чуму, направившись к нему. Мощный рев раздался рядом с ухом чуму, и он не колеблясь использовал дьявольский фантом, окутав свое тело белым пламенем и быстро изменив свое местоположение. В тот момент, когда атака яростного зверя собиралась снова обрушиться на них, чуму внезапно услышал громкий пронзительный крик. Переведя взгляд наверх, он увидел появившуюся над яростным зверем демоническую фигуру, которая излучала холодную первозданную мощь. Скорость этого демона можно описать только одним словом – телепортация. Из одной точки, на краю зрения чуму, он мгновенно телепортировался в другую, появившись прямо над яростным зверем девятого ранга. Чуму практически не смог ясно различить истинное тело этой демонической фигуры. На первый взгляд он мог более или менее понять, что его тело не превышало трех метров в высоту, но этот духовный питомец, окутанный благородной аурой, необычно наступил на голову яростного зверя, словно используя ее как площадку для прыжка. Снова раздался пронзительный демонический крик. В следующие мгновения демоническая фигура, тело которой составляло примерно 3 метра и, казалось, весило около 500 килограммов, неожиданно мощно и с огромной скоростью запустило находящегося в прыжке яростного зверя в сторону земли. Яростный зверь мгновенно преодолел 100 метров до земли и с грохотом врезался в нее. Над лесом разошился грохот падения. Сверху раскинувшееся внизу под синим лесом лесное море из-за резкого падения яростного зверя, выглядело сильно разрушенным. Глава 228. Клятва синий галактический демон Император. С помощью огненной энергии чуму неподвижно завис в воздухе. Его взгляд был зафиксирован на существе, чью фигуру было невозможно различить в воздухе. У него не было сильной ауры, поэтому ощутить присутствие демона Императора было невозможно. Странная скорость на уровне пространственной телепортации. Благородные и непоколебимые боевые возможности, демонстрирующие его власть. Сила демона Императора полностью подавила яростного зверя, чье тело испускало пугающую кровавую ауру. Грохот взрыва снова сотряс небеса, и потоки воздуха из-за мощной силы синего галактического Императора стали крайне хаотичными. Даже в тысячах метров от этого места деревья лиса сильно раскачивались и прогибались под сильным напором стремительных потоков воздуха. Яростный зверь издал болезненный вой. Его огромное тело из-за силы удара пропахало более километра лиса. Что касается деревьев, на протяжении тысячи метров вокруг их практически не осталось. Над лесом снова прозвучал пронзительный тяжелый рев демона Императора. В следующий момент на фоне светлеющего горизонта возникло пугающее темное свечение. Мгновенно все небо и землю заполнили колебания странного темного света. Этот свет начал постепенно окутывать все вокруг, поднимаясь снизу вверх. Сначала им были объяты многие километры пышного леса. Затем он распространился на еще большие территории и поднялся выше вверх. По мере того как он распространялся, свет рассвета, который медленно загорался на горизонте, также был полностью поглощенным. Чуму находился достаточно далеко. Однако, когда была использована эта мощная демоническая техника, чуму смог в полной мере ощутить пронизывающую воздух возбужденную энергию. Это вызывало у него тревогу и смутный страх. Сейчас чуму находился в тысячи метров от яростного зверя. Сквозь появившийся темный свет он неотрывно следил за демонической фигурой синего галактического, имеющего абсолютные силу и власть. Вдруг фигура демона Императора исчезла. Темный свет, охватывающий эту область, исчез вместе с ним. Но кроме них исчезло и все вокруг. Большая часть пышного леса с плодородной почвой, покрытой листьями, на удивление полностью исчезла вместе с подавленным яростным зверем упавшего на землю и мерцающим темным светом. Многочисленные деревья огромного леса были похожи на зеленые морские волны, которые безудержно качались на ветру. Темный свет постепенно исчез, и на смену ему пришел алый свет прекрасного восходящего солнца. Его сияние упало по диагонали вниз и осветило огромную дыру посреди этого зеленого лесного моря. Не было ни грохота ужасного землетрясения. По окрестностям не распространилась мощная энергия. Эта разрушительная техника демонического типа была бесшумно выпущена, и регион был полностью уничтожен. Но шума не было. Даже самый маленький и самый слабый духовный питомец, обитающий на краю этого региона, продолжал крепко спать в своем гнезде, не зная, что от этого места осталось только половина дерева. Увидев разрушительную силу этого существа, чуму был поражен. Гамма всевозможных эмоций зародилась в его сердце. Такая сила разрушения далеко превосходит границы его понимания. Сила демона императора далеко превзошла воображение чуму. Теперь неудивительно то, что Сягуанхань даже страдая от ужасных ран все равно не решался призвать своего сильного питомца. Призови он даже четырех подобных духовных питомцев с таким существом, обитающим в этом месте, они все равно были бы уничтожены. Все естество Сягуанханя, оставшегося наверху, сейчас выглядело так, словно он окончательно потерял свою душу, и сейчас выражение его лица было безжизненным. Яростный зверь кровавого пруда был самым мощным боевым духовным питомцем Сягуанханя. И призывая его он рассчитывал на то, что яростный зверь сможет немного продержаться против демона императора. И само собой он не ожидал, что сила императора будет до такой степени ужасающей. Он в принципе не успел бы вовремя отозвать своего духовного питомца, и девятиранговый яростный зверь погиб. От него не осталось даже трупа. Четыре его души получили сильный урон, и в настоящее время душа Сягуанханя была как никогда слабой. В этот раз Сягуанхань действительно был серьезно ранен. Земной демон восьмого ранга, желтый дракон седьмого ранга и яростный зверь девятого ранга. Для Сягуанханя эти три духовных питомца были чуть ли половиной его жизни. Теперь, когда эти три духовных питомца были потеряны, для него это было эквивалентно потере одной из его рук. Его лицо исказило злоба, и свирепым взглядом он уставился на превратившегося в полудьявола чуму. В течение последних нескольких лет его положение в Дворце Кошмара непрерывно поднималось. Он уже стал основным членом Дворца Кошмара, и сейчас от его решений зависели жизнь и смерть множество людей. Его жизнь, можно сказать, была полножизненной энергией процветания. Сягуанханя можно назвать такой же жертвой Дворца Кошмара, и на своем пути ему пришлось оставить множество трупов других людей. Бесчисленное количество раз он истекал кровью, страдал от бесконечных потерь и унижений. Тем не менее, это сражение с чуму сегодня было самым унизительным для Сягуанхань событием за всю его жизнь до этого момента. Чуму сегодня я клянусь, что я, Сягуанхань, буду твердо помнить то, что однажды я должен обязательно превратить твое тело в кровавый фарш, я сделаю так, чтобы тою душу вечно терзало пламя кошмаров. Несмотря на то, что его душа серьезно ранена, Сягуанхань не колеблясь, использовал на своем голосе духовные исследования и передал чуму свою клятву. После того, как прозвучал голос Сягуанханя, чуму поднял голову и посмотрел на очень бледную, но крайне злую фигуру в лесу наверху. Тем не менее, уголки его губ медленно поднялись, и на его лице появилась странная зловещая улыбка. Сейчас чуму был всего лишь 19-летним молодым парнем, который только что вступил в сферу развития духовного мастера. Но в следующий раз разве чуму должен использовать те же методы в сражении с Сягуанханем. Он обязательно встретится с ним и лично убьет его. Сягуанхань достал из своего пространственного кольца духовный восстанавливающий нектар. Духовный восстанавливающий нектар подобен цветку исцеляющему душу, исключительно ценное сокровище. На протяжении всей своей жизни Сягуанхань смог получить только две бутылки этих лекарств, но теперь он потратил их обе в этой битве. Из-за этого его сердце обливалось кровью. Сягуанхань выпил духовный восстанавливающий нектар, но ничего не мог сделать с тем, что его душа не сможет полностью восстановиться. Он насильно призвал духовного питомца крылатого типа и оседлал его. Воспользовавшись временем, необходимым демону императору на то, чтобы восстановить свою силу, он немедленно направил его в огромное небо и сбежал в противоположном направлении. Наблюдая, как Сягуанхань отдаляется от него, на лице чуму продолжала держаться улыбка. Шесть духовных питомцев Сягуанханя были убиты и наверняка для него это стало смертельным ударом. Из-за возникших ограничений этого его авторитет определенно пострадает. С учетом того, что на исцеление поврежденных душ ему потребуется как минимум год, чуму должен просто не выделяться и тогда сможет беспрепятственно посещать города. Что касается вопроса о том, что Муси является духовным питомцем с непрерывной эволюцией, по-видимому, очень амбициозный Сягуанхань сделает все, чтобы не допустить утечки этой информации. Ну, а если принцесса Цзиньжау была бы столь же амбициозна, она также не будет спешить рассказывать об этом. Вероятно, она тайно отправит людей напасть на чуму. Если же ее амбиции не направлены на него, она, естественно, поможет чуму сохранить секрет. Благодаря свету восходящего солнца стала заметна красивая черная фигура, которая неспешно приближалась к чуму. Увидев, что громовой зверь ночных грез благополучно вернулся, на лице чуму появилась удовлетворенная улыбка. Он похлопал громового зверя по голове и отозвал его в пространство духовных питомцев. Чуму до сих пор был в состоянии полудьявол и, после отзыва громового зверя белое дьявольское пламя заметно потускнело, после чего душа белого кошмара постепенно отделилась от тела чуму. Хотя чуму использовал технику поглощения души на белом кошмаре, его душа никогда не будет полностью поглощена. Она просто станет частью души чуму и будет находиться по его постоянным духовным контролям. Чуму сейчас задумался о том, сможет ли он теперь разделить свою душу и кошмара. Затем он вернул белого кошмара в его пространство. После того, как его душу поглотил чуму, жестокое отношение изначально несравненно наглого и презирающего всех белого кошмара было явно подавлено. После того, как его отозвали в пространство для духовных питомцев, белый кошмар только и мог выпустить несколько слабых криков, выражая свой страх по отношению к чуму. Увидев поведение белого кошмара, чуму улыбнулся. Белый кошмар не умер, и теперь чуму мог напрямую призвать его в бой. Более того, в тяжелых ситуациях у чуму появится возможность использовать духовную техники и слиться с душой белого кошмара, превратившись в полудьявола. Белый кошмар был только на восьмом уровне шестого ранга. После поглощения негативных эмоций чуму он имеет возможность на время прорваться на седьмой ранг. Затем, как только чуму объединит их души, они станут полудьяволом девятого уровня седьмого ранга, превращаясь в боевую машину с чрезвычайно страшной боевой силой. Существенное увеличение уровня и ранга, в сочетании с усилением духовных техник и физической мощи, все это у полудьявола основывалось на духовных исследованиях чуму. и собственной силе белого кошмара. До тех пор, пока чуму непрерывно развивает себя и силу белого кошмара, их превращения в полудьявола будут становиться еще более мощным. В будущем, когда он столкнется с мощным противником, чуму будет на 100% уверен в том, что сможет иметь с ним дело. Полудьявол является самым странным явлением в мире духовных питомцев. Ощущение того, как его тело наполняется дьявольской мощью, позволяет значительно укрепиться уверенности чуму в своих силах. Высококлассный, обладающий ненормальным талантом для своего ранга монарх, белый кошмар. Высококлассный питомец-командир, который способен посоперничать с могущественными питомцами статуса монарх, королевская пламенная девятихвостая лиса-инферно, обладающий безграничным потенциалом, способный возродиться шесть раз подряд, практически бессмертный боевой питомец-мойе, достигший вершины развития статуса-командир благодаря этому региону девятого ранга и усиливший тем самым свою силу, громовой зверь ночных грез, стараниями чуму отшлифовавшая до совершенства свой ледяной атрибут, способная убивать людей своими магическими техниками, фея ледяного воздуха, обладающий кристаллом демонической древесной, питомец, появление и исчезновение корней которого воистину непредсказуемо, дьявольский боевой древень. В тот момент, когда яйцо небесного голубого затаившегося дракон вылупится, а ранг и уровень питомца вырастут, у него появится еще один духовный питомец с мощными боевыми возможностями. Что касается Сягуанханя, сейчас он будет вынужден постоянно защищаться от тех убийц, которых направит убить его соперники, попутно медленно поднимая силу своих духовных питомцев. Вскоре Сягуанханю придется не сладко. Ву-ву-ву, несмотря на отсутствие ментальной связи, Мусе все равно почувствовала хорошее настроение Чуму. Чуму взглянул на Мусе, которая не отвернулась и не бросила его. На его лице появилась удовлетворенная улыбка, и он протянул руку, чтобы погладить пушистую голову Мусе. Отмена духовного контракта и предательство духовного питомца были чем-то похожи. Как правило, большинство духовных питомцев во время отмены духовного контракта с ними получают повреждения и некоторые изменения собственной памяти, в результате которого они забывают о своем хозяине. Раньше бывали случаи, когда люди пытались отменить духовный контракт прямо во время сражения, чтобы увеличить количество духовных питомцев, которых они могли призвать в бой. Однако именно этот метод был практически идентичен с предательством слишком сильного духовного питомца. Как только отменяется духовный контракт, вся память питомца стирается и большинство из них больше не заботится о судьбе своего бывшего хозяина. Надо сказать, что Чуму очень повезло. Возможно, это произошло потому, что чувства между ним и Мусе были очень глубокими, но, когда он расторгнул духовный контракт, Мусе не потеряла свою память сразу. Если Мусе согласится, то Чуму, восстановившейся после вступления в сферу духовного мастера, по новой заключит с ней духовный контракт. Глава 229. Звездной духовной питомицы благородная женщина. У третьей души Чуму были заняты только два духовных контракта из трех – «Громовым зверем» и «Джанье». Девятый духовный контракт, так же как и все контракты четвертой души, свободны. И любой из них можно использовать для того, что заключить новый контракт с Мусе. Более того, спустя один год восстановится четвертый духовный контракт, и Чуму сможет воспользоваться этим местом в душе. Чуму медленно произнес заклинание, и открыл свой девятый контракт. Свечение заклинания постепенно закручивалось вокруг тела Чуму, окутывая его великолепным сиянием, которое начало непрерывно мерцать. Девятый духовный контракт «Откройся». Сияющий узор постепенно охватил Мусе. Как и в первый раз, когда Чуму завершил сотворение заклинания, узоры духовного контракта медленно собрались воедино, после чего окончательно отпечатались на душе Мусе меткой. Сейчас у Мусе душа была не столь слабой и хрупкой, как в то время, когда она была маленькой лунной лесой. И в тот момент, когда она решит помешать заключению контракта, духовные узоры Чуму мгновенно разрушатся. Однако у Мусе не было и мысли оказать сопротивление. Она крайне спокойно приняла использованное Чуму заклинание, и вместо изначально четвертого, она согласилась с его девятым духовным контрактом. Духовный контракт заключен, и их души снова были связаны. Чуму смог отчетливо ощутить эмоции в сердце Мусе, радость и облегчение, пришедшие после огромной печали. Их души были разделены всего лишь один бой, но для Чуму казалось, что прошла целая вечность. В конце концов, за четыре года существования между ними связи это уже стало привычкой, и теперь, когда души снова воссоединились, чувство неполноценности исчезло. Чуму с облегчением вздохнул. Ву-ву-ву сражение закончилось, поэтому Мусе немедленно вернула своему телу эффект жалости. Ее проворное маленькое тело быстро прыгнуло в объятия Чуму, в то время как девять ее маленьких красивых хвостов виляли из стороны в сторону. Ву-ву-ву, после восстановления духовного контракта малышка Мусе стала похожа на маленького капризного ребенка, который был ранен и начал плакать. Чуму осторожно ласкал мягкий мех и, посмотрев на раскинувшийся на ветвях деревьев над ним лес, повернулся в ту сторону, где находился синий галактический демон Император. Это место было территорией демона Императора. Сражение точно нарушило его покой, и они навлекли на себя ярость этого существа. Поэтому Чуму не смел слишком долго здесь задерживаться и, развернувшись, выбрал направление, в котором он покинет этот вводящий в заблуждение мир девятого ранга. Однако в тот момент, когда Чуму решил выдвигаться, его сознание достиг таинственный крик. Это немного потрясло Чуму, но вслед за этим на него нахлынул мощное ментальное давление, неожиданно лишив его возможности управлять своим телом. Ментальное подавление синего галактического демона Императора. В сердце Чуму считал, что синий галактический демон Император, очевидно, уже превзошел статус монарха. Им с легкостью был убит даже яростный зверь кровавого пруда девятого ранга. Это существо было не тем, с кем мог бы сразиться Чуму. Более того, ментальное подавление Императора было жутко страшным, ведь оно полностью лишило Чуму возможности сопротивления. Неестественно и мощно. Чуму уже достиг уровня духовного мастера, но эта сфера развития духовных исследований перед лицом синего галактического демона Императора была незначительна. Это был первый раз, когда Чуму на себе ощутил ментальное подавление духовного питомца, который превзошел статус монарха. Эти оковы многих лишили бы даже возможности вздохнуть. Ощутив ментальное подавление демона Императора, тело Моссе, лежащее в объятиях Чуму, сразу окуталось двойным королевским пламенем. Ее серебряные глаза сосредоточились на таинственной фигуре демона, скрытого в небесах. Чуму тут же погладил Моссе помеху, давая понять, что она не должна быть слишком импульсивной. У большинства сильных духовных питомцев был крайне высокий уровень интеллекта. Он был гегемоном этого региона, обладая здесь исключительным положением, и до тех пор, пока мелкие и слабые существа не тревожат его покой, он полностью игнорирует их. Чуму знал, что сила синего галактического демона Императора была мощна, и если он окажет сопротивление, он повторит судьбу яростного зверя. Выжить ему будет невозможно. Поэтому Чуму надеялся на то, что, если он будет вести себя смиренно, возможно, демон Император не станет атаковать его. В его сознании прозвучали слова демона Императора. Но в этот раз его голос словно был нацелен не на ментальный мир Чуму, а скорее куда-то в другую сторону. Внезапное исчезновение ментального подавления привело к тому, что на лице Чуму, пока он искал фигуру демона Императора, отразились его озадаченность и подозрительность. Тем не менее, он с удивлением обнаружил, что тот внезапно появился совсем в другом, отдаленном от него месте. Чуму был ошеломлен. Но в следующее мгновение на освещенном заре и горизонте появился духовный питомец, окутанный звездным светом. Из-за того, что его тело было окутано ярким свечением, Чуму в принципе не мог различить истинную внешность этого питомца. Но тем, что удивило Чуму, было то, что на этом явно могущественном звездном духовном питомце с изящным видом стояла гордая женщина. Это место, этот лес был центром вводящего в заблуждение мира 9 ранга. В этом месте существовал абсолютный запрет на полеты. Тем не менее, эта женщина все это время летела на своем звездном духовном питомце. Кроме того, ее не атаковали стаи крылатых духовных питомцев. Она также вынудила могущественного синего галактического демона Императора мгновенно отказаться от ментального подавления и отлететь в ее сторону. За всю свою жизнь, помимо экспертов из Дворца Кошмара, которых он просто никогда не встречал до этого, Чуму никогда не видел дрессировщика духовных питомцев с таким мужеством. А ведь это была именно дрессировщица духовных питомцев. Мамка в здании, синий галактический демон Император, очевидно, в полной мере ощутил истинного эксперта, вторгшегося на его территорию. В его рычании стали слышны оттенки злости, в то время как его устрашающее тело начало необычно двигаться, что со стороны выглядело весьма необычно. Звездный духовный питомец просто молча летел. Он просто махал своими огромными пернатыми крыльями и медленно приближался к синему галактическому демону Императору. Демон Император, сегодня я пришла не в поисках неприятностей. Не встречали ли ты в этом месте человека, владеющего злобным питомцем кошмаром? Перед лицом мощного синего галактического демона Императора, женщина оставалась спокойной и сдержанной. С виду она не выразила и малейшего страха перед ним. Фы, демон Император, казалось, немного опасался ее и выпустил демонический вой. После чего его взгляд медленно указал на стоящему вдалеке чуму. Женщина сразу заметила чуму, который стоял на верхушке дерева. Спасибо, безразлично бросила демону Императору она, прежде чем направить своего звездного духовного питомца прямиком к чуму, на тело которого по-прежнему оставались языки пламени белого дьявольского огня кошмара. Стоя на верхушке дерева чуму держал на руках Моссе. Его взгляд был зафиксирован на духовном питомце, который был достаточно силен, чтобы посоперничать с синим галактическим демоном Императором, и сейчас он поражен в своем сердце. Этот духовный питомец совсем не испускал никакой ауру. Подлетая к нему его звездный свет, казалось, полностью заполнил все пространство вокруг. Если звездный духовный питомец вызвал легкий толчок в сердце чуму, то летевшая верхом на нем женщина подняла огромное волнение. Женщина изящно спрыгнула со своего питомца на верхушку дерева. Но она не коснулась ветвей, а скорее зависла перед чуму. Ее позиция была изящна, и чувство превосходства над всеми наполнило ее взгляд гордым высокомерием. Тем не менее, ее холодное выражение попросту отталкивало всех окружающих. Чуму встречали лишь двух женщин, красота которых была совершенна. Первой была идеальная молодая девушка, которая обманула и предала его. Ее красота была удушающей и умела разбивать сердце. Второй была его мама, о которой у него остались лишь смутные воспоминания. Чуму общался с ней лишь однажды, когда ему было 10 лет и когда они отправились на прогулку. И сейчас пораженный Чуму наконец вспомнил внешность своей матери. Как и в то время она была настолько шокирующей и такой красивой, что выглядело словно тонко проработанное произведение искусства. Однако, как бы не была прекрасна его мать и как бы она ни двигалась, Чуму всегда ощущал безразличие и высокомерие, исходящее от нее. Эта отстраненность отвергла его, поэтому, хоть она и была чрезвычайно необыкновенно красива, она не нравилась Чуму, и в конце концов он был враждебен к ней. В настоящее время эта окутанная звездным светом женщина, представшая перед Чуму, вызывала схожие потрясающие и ошеломляющие чувства. Вот только до того, как Чуму успел почувствовать какие-то эмоциональные колебания по отношению к ее захватывающему дух внешнему виду, холодная, высокомерная и ледяная аура женщины ударила в его голову. В одно мгновение все его мысли были заморожены. Тысягу Анхань, во взгляде этой благородной женщины на Чуму читалась высокомерие. Его глаза гипнотизировали, словно звезды, и один лишь взгляд их опьянял. Тем не менее, эмоции, выражаемые ими, были настолько безразличны, что казалось, будто ее ничто не волнует в этом мире. Сердце Чуму до сих пор было поглощено волнением. Множество раз он пытался вспомнить свою маму, но все его воспоминания были расплывчаты, но, когда эта женщина появилась перед ним, в своем сердце Чуму пришел к твердому выводу. Эта женщина, которая свысока смотрела на всех в этом мире, была его матерью. Эти ее красота и высокомерие совершенно не изменились. Я с тобой разговариваю. Тысягу Анхань, снова повторила свой вопрос женщина. Сердце Чуму до сих пор не успокоилось. Однако ее слова всегда вызывали озноб у людей, который вынудил Чуму услышать ее вопрос, а затем подчиняться ее приказу. Нет, я не он. Чуму отрицательно покачал головой и изо всех сил старался скрыть эмоции в своем сердце. Ты из дворца кошмара. Он определенно находится поблизости. Приведи меня к нему, сказала женщина. Он убежал в этом направлении, указав в нужную сторону, произнес Чуму. Женщина подняла голову и посмотрела в том направлении, на которое указал Чуму. Казалось, она чувствовала, что молодой человек перед ней был в очень странном состоянии. Затем она словно что-то вспомнила и уставилась на лицо Чуму. Где я видела тебя раньше? Медленно спросила благородная женщина. Прошло около пять или шесть лет с тех пор, как Чуму и его мать видели друг друга в последний раз. Чуму провел три года на острове заключения, и черты его лица претерпели очень большие изменения. С тринадцати до девятнадцати лет черты лица людей претерпевают значительные изменения. Поэтому с первого взгляда на Чуму она просто не могла связать молодого человека перед собой с ее сыном Чуму. Увидев это отношение к нему от своей матери, Чуму почувствовал презрение. Разве может женщина называть себя матерью, если даже не смогла узнать своего сына? Даже если бы она была настолько сильной, что страшный синий галактический демон Император боялся ее, для Чуму такая мама была в конечном счете чужой. Глава 230 Сгорающая душа Медленно подумайте о том, где вы меня раньше видели, у Чуму сейчас не было никакого желания рассказывать ее об их отношениях матери сына. По крайней мере, с ее нынешним отношением, которое отталкивало всех на тысячу миль, с ее высокомерным взглядом на других людей, словно они были незначительными мошками для нее, вызывало чувство дискомфорта в сердце Чуму. Брови на ее благородном лице нахмурились, и отчуждение в ее взгляде на Чуму медленно исчезло. В ее груди появилось странное чувство. Чуму в свою очередь отвернулся. Он и раньше виделся с ней очень редко, а сейчас Чуму может жить сам по себе. В настоящее время Чуму определился со своим жизненным путем, и сейчас у него было достаточно уверенности в своих силах и возможностях. У него есть шанс постепенно развиться в эксперта, который будет известен всем в этом мире, и ему не придется стоять рядом с безразличной и унылой женщиной, терпеть ее высокомерную ледяную ауру, и говорить с почтением в голосе. Когда он спрыгнул с дерева на землю, Чуму отправился в сторону раскинувшегося леса. Однако по какой-то причине, пока он шел, Чуму начал чувствовать, как его сознание становится все тяжелее и тяжелее. Рассвет уже осветил все пространство раскинувшегося лесного моря. В лучах солнечного света повсюду стала просыпаться жизнь, но по мере того, как в лесу становилось светлее, в глазах Чуму, напротив, становилось все темнее и темнее. Собираясь продолжить свой шаг, его темп бессознательно замедлился, и он не смог найти в себе силы, чтобы сделать следующий шаг. Его тело было перенапряжено чрезмерными нагрузками, но Чуму осознавал, что это явление было вполне нормальным. Непрерывные бои, устранение духовного контракта и ранение души и, наконец, противостояние насильственному поглощению души белым кошмаром. Независимо от того, насколько крепки способности и ментальная сила человека, он или она не сможет справиться с такой интенсивной нагрузкой. Наконец, когда Чуму собирался сделать следующий шаг, его тело потеряло равновесие, и он рухнул на усыпанную листьями землю. Белое дьявольское пламя необычно ярко вспыхнуло на его теле, но с виду было ясно, что этот огонь быстро опадает. После недолгого горения они быстро потухли. Благородная женщина все это время продолжала неподвижно стоять на верхушке дерева. Со своего места она смогла сквозь густые ветви дерева увидеть, как Чуму рухнул на землю. По какой-то неизвестной причине этот молодой человек был смутно знаком ей. Но как бы она ни старалась, ей не удавалось вспомнить, где она видела его раньше. На какой-то момент она подумала, что этот молодой человек немного похож на того мужчину. Наконец, женщина спрыгнула с верхушки деревьев и подошла к тому месту, где рухнул Чуму. Хотя белое демоническое пламя дьявола на теле Чуму полностью утихло, его кожа приобрела страшный бледно-серый оттенок. Со стороны он стал выглядеть как труп, который очень долго пролежал в воде. Женщина медленно протянула руку и приложила палец чуть выше его спины. Она стала вливать свою духовную энергию в душу Чуму. Благородная женщина мгновенно поняла, почему Чуму упал в обморок, а все из-за того, что его духовная энергия была крайне истощена, и его душа была ранена. Она влила свою духовную энергию в тело Чуму, чтобы в его душе было хотя бы чуть-чуть духовной энергии, ведь из-за чрезмерного истощения у него может не получиться исцелиться. Странно, почему его душа такая горячая? На лице благородной женщины отразилось сомнение. Когда душа дрессировщика духовных питомцев находится в нормальном состоянии, ее температура равняется температуре здорового человека. Она излучает немного тепла, и как только с помощью нее требуется воспламенить огонь или создать лед, температура изменяется, но только на очень короткий промежуток времени. Но сейчас женщина ощутила, что температура души Чуму очень высока. Даже если бы он сейчас полыхал жарким огнем, ее температура не достигла бы такого уровня. Но его душа нагрелась так, словно сейчас была отравлена огненным ядом. Тем не менее благородная женщина была изумлена тем, что столь высокая температура огня, который появился из-за пламенного эффекта, схожего с огненным ядом, до сих пор не превратила тело этого молодого человека в пепел. Вместо этого она продолжала поддерживать сильный огонь. Это был первый раз, когда благородная женщина увидела такую мощную душу в столь юном возрасте. Исходя из ее опыта и мнения, душа этого молодого человека определенно долгое время подвергалась влиянию очень мощного дьявольского огня. Что касается нынешнего дьявольского пламени, похожего на ядовитый огонь, он почему-то до сих пор не сжег его душу без остатка. Женщина открыла свое пространственное кольцо и достала лекарство против огненного яда, после чего тут же влила его в рот чуму. Лекарство против огненного яда, как правило, создавалось с использованием специальных морозных лекарств. Как только чуму выпил лекарство, в его горле появился белый пар, и его тело сразу же окуталось слоем бледно-белого дьявольского огня. Играется им как может. Благородная женщина была удивлена столь странным явлением, появившимся в теле чуму, и немедленно воспользовалась своими духовными исследованиями, направив их на душу чуму желая узнать, что именно случилось с ним. Температура души чуму немного упала, но ее снижение было очень незначительным. Хотя способность его души противостоять огню была весьма сильной, если это состояние продлится долгое время, это конечно может и не убить его, но точно приведет к тому, что его память и личность сгорят в безумном пламени, превратив его в безумца. Такое высокоградусное пламя без мирового бессмертного льда невозможно потушить, произнесла благородная женщина, слегка нахмурив брови. Только что эта благородная женщина дала чуму лекарства, от огненного яда 10 уровня. Тем не менее, мощный эффект этого лекарства смог лишь слегка снизить температуру души чуму. Даже использование этого лекарства в большом количестве, при условии, что у этой женщины их было бы неограниченное количество, сможет лишь немного снизить температуру души чуму. Единственным выходом в этой ситуации было применение мирового бессмертного льда, который сам по себе является концентрацией подавляющего огонь ледяного атрибута. С помощью него можно нейтрализовать ужасающе высокую температуру души. В противном случае, через несколько дней его тело превратится в неразумного, злобного огненного дьявола. Мировой бессмертный лед необычный предмет, и найти его было крайне нелегко. Благородная женщина и этот молодой человек были друг другу никем, всего лишь случайно встретившись в этом месте, и, естественно, она не станет искать для него мировой бессмертный лед, который находит примерно раз в сто лет. Однако по какой-то неизвестной причине ей очень трудно было оставить молодого человека перед собой в таком положении. «Я возьми его и найди старика Сюань». Благородная женщина призвала своего звездного духовного питомца и приказала ему подхватить чуму. Она также прыгнула ему на спину, и они полетели в направлении, куда только что указал чуму. Это имя такое. Упомянутый ею старик Сюань был наполовину человеком наполовину питомцем, которого они недавно бросили в дикой местности. Этот человек по своей природе был духовным питомцем, но он был особенным, так как мог изменять свою форму. Первоначально он хотел полностью трансформироваться в человека, но после неудачи он превратился в получеловека, полупитомца, который окончательно лишился возможности трансформироваться. Его продолжительность жизни была очень длинной, и он часто жил среди людей, по словам которых ему было не меньше 100 лет. Поэтому он многое знал. Благородная женщина чувствовала, что между ней и этим парнем есть какая-то связь. В противном случае с ее статусом и положением она ни за что не спасет этого члена дворца кошмара. Таким образом, она намеревалась отвезти к этому существу пострадавшего парня, чтобы тот выяснил, что случилось с этим телом молодого человека, и можно ли его исцелить. Почему ты все больше похож на того человека? Женщина уставилась на бледное лицо чуму и, тщательно изучив его черты, она обнаружила, что между ним и Чутинчином существует много общего. Желая кое-что проверить, женщина снова протянула руки и положила свою белую ладонь на грудь чуму. Вслед за этим она влила свои духовные исследования в тело парня. В прошлый раз благородная женщина использовала свои силы, чтобы проверить душу чуму. В этот раз она влила духовные исследования, чтобы изучить его тело. Ее действия были совершенно бессмысленными, но она все равно хотела попытаться кое-что подтвердить. Духовные исследования постепенно заполнили бледное тело чуму, однако выражение лица благородной женщины постепенно изменилось от безразличного, до шокированного и ошеломленного. Сейчас выражение лица благородной женщины полностью изменилось. Лицо женщины обдувал сильный ветер, который растрепал ее волосы. Однако ее лицо больше не выглядело, словно ледяная маска, высокомерным и безэмоциональным. Сейчас оно преобразилось под мощным ударом чувств и эмоций, которые трудно было подавить или поверить. Во время их пути его ментальный мир оставался совершенно темным, поскольку его сознание ничего не чувствовало или воспринимало. Чуму находится в коме, и сейчас его ментальный мир состоял из сплетающихся тьмы и белого пламени. Хотя чуму пожрал душу белого кошмара, а его духовные исследования стали сильнее его жуткого питомца, его душа не смогла выдержать столкновения с ужасным духовным питомцем-монархом. Несмотря на его волю, полностью доминирующую над белым кошмаром, его тело и душа должны были заплатить определенную цену. В настоящее время чуму лишился сознания, но его ментальный мир с самого начала и на протяжении всего прошедшего времени поджаривалось негасимым огнем кошмара. Это было похоже на погружение в ужасный мир грез, очнуться от которых он был не в состоянии. Чуму ощущал, словно все его тело погрузили в кипящее масло. Из-за этого его сознание от начала и до конца оставалось неясным, и неизвестно сколько прошло времени до того момента, когда это чувство сгорания души наконец-то постепенно ослабело. Освежающее чувство распространилось по всему его телу. Наконец, почувствовав, как температура спала, чуму пробудился. Открыв глаза, он по-прежнему видел стены белого дьявольского пламени, застлившие его взор. Белое пламя дьявольского огня медленно опало, и он смог ясно рассмотреть ситуацию вокруг него. Воспоминания быстро нахлынули в сознании чуму и после головокружения и сильной головной боли, чуму наконец вспомнил, что он потерял сознание вводящим в заблуждение мире девятого ранга. Однако, почему он проснулся в аккуратной кровати, в чистой деревянной комнате? Ты проснулся? Когда его слуха достиг приятный голос, в чуму проснулась подозрительность. Голос был нежным и изысканным, и чуму подумал, что его очень приятно слышать. Чуму повернул голову и сразу увидел прекрасное лицо говорившей. Внимательно посмотрев он понял, что это была его мать. То, что заставило чуму почувствовать себя крайне удивленным, было то, что лицо, которое должно быть равнодушным и безэмоциональным, было похоже растаявшей по весне лед. От предыдущего отталкивающего всех и вся вида не осталось ни следа. Глава 231. Без названия благородная женщина увидела, что чуму проснулся, и слегка улыбнулась. Обычно она не улыбалась. На самом деле, она не хотела никому улыбаться. Чуму чувствовал себя очень странно, особенно когда человек, который обычно никогда не улыбался, вдруг улыбнулся ему. Но он признавал, что, когда его красивая мать улыбалась, она становилась еще красивее, хоть чуму все же не привык к этому. Чуму был не глуп. Причина, по которой ее вечная показная холодность внезапно растаяла, определенно заключается в том, что она его узнала. Юный господин, вы действительно удачливы. Против ужасающего недуга, из-за которого обычно нормальный человек навсегда остается в коме, вам потребовался только месяц на победу над ним. Это действительно потрясающе. Я, старик Сюань, прожил много лет, и действительно встречал не так много дрессировщиков духовных питомцем с подобным закаленным телом, как ваше. Такое происходит раз в столетие. Нет, нет, раз в тысячелетие. Ваше высочество, чтобы у вас такой. Чуму не совсем понял, что происходит, когда старческий голос еле заметными хитрыми нотками произнес рядом с его ухом целую тираду слов, совсем сбив чуму с толку. Когда он обернулся, он с удивлением обнаружил ехидную морду енота с телом худого низкого старика, почти прижавшегося к его лицу, и не прекращая говорить, активно жестикулируя руками. Сгинь в сторону, стоило ей только взглянуть на существо рядом с чуму, как лицо женщины тут же заледенело, и она прервала его бред щелчком пальцев. Маленький енот был тонким, словно тростинка. После щелчка пальцев его с силой отбросило в стену комнаты. Врезавшись в стенку его тело с непропорционально здоровой головой обмякло и сползло на пол, словно в нем не было костей. Это был первый раз, когда чуму встретил такое странное существо. Мало того, что он умел говорить, его морда была точно как у енота. Стоит ли говорить о том, что это было одно из чудес мира духовных питомцев? Муер, что случилось с твоим телом? Почему твоя душа постоянно поглощена пламенем? Благородная женщина сейчас явно не понимала, о чем можно поговорить со своим сыном, которого она так долго не видела, поэтому ей оставалось только нарушить тишину этим вопросом. Чуму посмотрел на нее, но быстро отвел взгляд и непринужденно произнес. Я подписал контракт с белым кошмаром. Ваше высочество, юный господин не только заключил духовный контракт с белым кошмаром, но был почти поглощенным. Подобное однажды случилось с одним авторитетным человеком из дворца кошмара. Душа этой персоны была поглощена ненормально талантливым белым кошмаром, и он превратился в страшного полудьявола, прежде чем, наконец, полностью потерял свою душу и разум, пока старик Сюань произносил эти слова, выглядя при этом совершенно целым. Он нетерпеливо скакал вокруг, размахивая руками и брызгая слюной. Я хочу услышать четкий вердикт, а не твою бесполезную речь. Холодно бросила этому еноту мать чуму. Существуют только временные совершенные выходы. Если необходимо полностью избавиться от него, не оставив никаких побочных эффектов, тогда необходимо найти мировой бессмертный лед. Этот предмет не только позволит ему избавиться от остаточного огня дьявольской души, но также укрепит его тело, чтобы он больше не оказался таким. Старик Сюань вдруг понял, что окончание этого предложения противоречит его предыдущему высказыванию о отличном закаленном теле, поэтому он мгновенно прервал свою речь. Чуму нахмурился, не понимая, о чем идет речь. Он действительно поглотил душу белого кошмара, но после того, как белый кошмар откололся от его души и снова стал его духовным питомцем на третьем духовном контракте, как он может повлиять на его душу. Благородная женщина увидела, что чуму запутался, и тут же села у постели и принялась объяснять. У твоей души постоянно поддерживается высокая температура, практически на грани воспламенения. Оставаясь в подобном состоянии, она будет медленно сжигать твое сознание и память, превращая тебя в ничего не понимающего пламенного дьявола. К счастью, у твоей души очень сильное огненное сопротивление, поэтому в ближайшее время проблем не будет. Но в конечном итоге, если это продолжится, это определенно принесет проблемы. Твоя мать уже использовала лекарства и предметы ледяного атрибута, чтобы остудить твою душу, но это лишь на первое время. Когда чуму был без сознания, он действительно чувствовал, что его тело постоянно горит. Это было так долго, что казалось, будто он никогда не проснется и будет вечно страдать от сжигающего его дьявольского пламени. Услышав слова его матери, чуму не мог не засмеяться. Оказалось, что душу белого кошмара не так легко поглотить, а состояние полудьявола также имеет четкие и страшные последствия. Если он не избавится от духовного контракта, в конечном итоге наступит день, когда его сознание и память сгорят в высокотемпературном дьявольском огне, а сам он превратится в безумца, который не сможет контролировать огонь дьявола. Муер, что на самом деле произошло, спросила у него наклонившаяся мать. Чуму почувствовал ее взгляд и увидел в нем нотки печали. Он снова мгновенно, не коляблясь, произнес. Я использовал чуму, чтобы поглотить душу белого кошмара. Чуму также понял, что у его тела определенно была какая-то травма, требующая немедленного внимания. Поглотил душу белого кошмара, благородная женщина замолчала. И когда чуму кивнул, подтверждая сказанное, благородная женщина вдруг поняла, почему температура души чуму была такой высокой. Белый кошмар был злым духовным питомцем. Такое злобное животное было страшно тем, что оно могло напрямую поглотить или сжечь душу человека. В мире духовных питомцев почти все знали, что кошмар был одним из самых злых духовных питомцев. Помимо дворца кошмаров с их жестокими методами обучения, большинство людей никогда не осмеливались так просто заключить духовный контракт с одним из кошмаров. Его мать совсем не ожидала того, что ее сын, чуму, который потерял душу, войдет в дворец кошмара и даже заключит духовный контракт с ужасающим белым кошмаром. Увидев, что благородная женщина показала настолько удивленное выражение, стоящий недалеко старик Сюань словно что-то вспомнил и сразу же запрыгал перед благородной женщиной, произнеся. Ваше высочество, вы постоянно остаетесь в духовном дворце, так что наверняка не в курсе последних событий западных регионов. Насколько я понял, юный господин был взят сягуанханим в качестве корма для белого кошмара. Затем молодой господин был брошен на остров заключения, прожив на этом острове, который заселяли 3000 преступников дворца кошмара, три года и стал единственным выжившим, получив титул короля остров заключения. Она действительно была плохо осведомлена о событиях западного мира. Как только старик Сюань закончил рассказывать ей о них, выражение ее лица тут же изменилось. Переведя свой взгляд на чуму, она спросила. Муир, это правда, что эти годы ты был подавлен сягуанханом в дворце кошмара? Чуму не стал отвечать или кивать, думая о том, что эта женщина никогда не заботилась о своих обязанностях матери. Рассказав ей больше это ничего не изменит. На самом деле, чуму сейчас больше всего хотел увидеть Чутинчина. Но, ваше высочество, юный господин действительно достоин быть вашим сыном и ох, вашим сыном. Если я не ошибаюсь, юный господин обладает превосходным талантом, а его развитие более чем достаточно быстрое. Раз он смог прокормить монарха белого кошмара и достигнуть уровня духовного мастера в столь юном возрасте. Меньше пустословия, расскажи мне все, что ты знаешь. Благородная женщина явно немного рассердилась. Два года назад она специально отправилась в город Гонло, желая забрать чуму в духовной альянсе, возможно, найти способ решить проблему потери его души. Даже если бы она не смогла, она бы нашла для него духовного питомца с лучшим потенциалом. Однако в то время Чутинчин уже считал, что чуму мертв, поэтому он не сказал ей правду. Только совсем недавно, когда она захотела окончательно забрать чуму и уйти с ним, она узнала от Чутинчина, что ее сын уже как 4 года пропал без вести. Благородная женщина так и не узнала от Чутинчина о том, как именно чуму пропал без вести или почему его считают мертвым. Не желая больше говорить с Чутинчином, она направилась в западные земли с желанием убить Сягуанханя, чтобы успокоить свой гнев. Настикшая ее горе не лишила надежды на то, что чуму не умер, и вот она нашла его в процессе преследования Сягуанханя. Чуму был единственным сыном благородной женщины. Она осознавала, что за прошедшие годы не заботилась о нем должным образом, даже не заметив того, что он пропал. Пролетев весь путь от небесного монумента к запретному юго-западному региону, благородная женщина стала чувствовать невероятную вину и стыд за то, что она действительно никогда не делала то, что должна делать нормальная мать. Видела с ним раз в несколько лет, но даже тогда поспешно уходила, остервенела занимаясь своими делами, при этом совсем не интересуясь судьбой чуму. В конце концов, за эти годы ее сердце успокоилось, и она поняла, что должна забрать чуму от Чутинчина, чтобы позаботиться о нем. Но единственное, что она получила, это плохие новости о том, что чуму умер 4 года назад. Однако теперь, когда она неожиданно обнаружила чуму, ее вечно заледенело и сердце мгновенно растаяло. В ее сердце проснулась кровная любовь, которая дремала во все те редкие их встречи. Она вспыхнула особенно сильно после того, как мать узнала, что чуму в настоящее время находится в очень опасном состоянии. Из-за эмоционального сумбура она поняла, что чуму занимает большую часть ее сердца. Таким образом, в этот раз, когда чуму был серьезно ранен, благородная женщина начала думать о том, как несмотря ни на что решить проблему сгорающей души чуму. Разумеется, благородная женщина также понимала, что она не очень добрая или отзывчивая женщина. Сам Чутинчин не раз говорил ей не смотреть с таким выражением на детей, поэтому в этот раз, когда чуму проснулся, хоть ей вообще не нравилось улыбаться, она изо всех сил старалась позволить чуму увидеть нежную сторону ее характера. Ваше Высочество, до меня также доходили слухи о том, что недавно в западных регионах слава юного господина значительно возросла, и он стал одним из самых быстро развивающихся молодых экспертов высшего уровня. Вы знаете, что я, старик Сюань, люблю собирать всевозможные новости, поэтому мне известно множество разных вещей. Тем не менее, подробности вам должен рассказать юный господин. Кроме того, Сягуанхань действительно является ненормальным и отвратительным человеком. Разве он не знал, что юный господин является сыном Вашего Высочества? Если вы не накажете его как следует, он может подумать, что он важен. Ваше Высочество, вы согласны с тем, что я, старик Сюань, говорю верные вещи? На одном дыхании выдал очередную тираду слов старик Сюань. Глава 232. Холодная красавица поняв, что старик Сюань, опять несет слишком много ерунды, благородная женщина бросила на старика ледяной взгляд. Сягуанхань это тот человек, от которого благородная женщина рано или поздно избавится, иначе как она успокоит гнев в своем сердце. И состояние чуму в настоящее время явно было вызвано Сягуанханем. Даже если Сягуанхань спрятался глубоко в дворце кошмара, благородная женщина достанет его. Муер, не волнуйся, эта мать избавится от Сягуанханя. А что касается дьявольского огня на твоей душе, мама сделает все, чтобы найти мировой бессмертный лед для исцеления. Улыбаясь, благородная женщина протянула свою руку и попыталась приласкать чуму. Чуму ловко уклонился от руки благородной женщины. Он больше не был ребенком, который нуждается в подобном утешении или телесном контакте. Во-первых, он не привык к такому, а во-вторых, он считал, что его мать до сих пор относится к нему как к маленькому ребенку. Сейчас ты останешься и отдохнешь. Мама поедет за фруктами ледяного атрибут для тебя. Что касается остального, мы можешь обсудить это попозже. Благородная женщина поняла, что чуму не любит пустой болтовни, поэтому она растерялась и не знала, что еще сказать. Вспомнив о том, что после того, как он очнулся, чуму до сих пор ничего не съел, она начала корить себя за то, что настолько невнимательно. Чуму кивнул. Только сейчас он осознал, что его желудок словно объят огнем. Вероятнее всего ему будет неудобно принимать обычную пищу. Только фрукты ледяного типа могут помочь чуму вновь вернуть свой аппетит. Чуму не знал, как долго он пробыл в коме, поэтому после того, как благородная женщина ушла, он быстро накормил всех своих духовных питомцев пищей. На случай, если он снова потеряет сознание. Для непредвиденных целей чуму всегда держал в пространстве духовных питомцев запасы пищи для них. Он не позволял духовным питомцам трогать эту пищу в обычной ситуации. Он разрешил использовать ее только в том случае, когда случаются особые обстоятельства, как например в этот раз, когда он был без сознания. После того, как он накормил всех духовных питомцев, чуму специально проверили ситуацию с белым кошмаром. Обычно он редко питался духовными ядрами, а так как все это время чуму не давал ему своей духовной энергии, скорее всего он был сильно недоволен. Белый кошмар? Чуму использовал свои духовные исследования, чтобы обратиться к нему. Нея, слабо отозвался белый кошмар. Кажется, он не смог полностью восстановиться. Отлично, перестань жаловаться, ведь именно ты изначально хотел поглотить мою душу, сказал чуму. Нея-нея, белый кошмар. Явно желал обсудить это. Как бы то ни было, я не буду спорить с тобой об этом. С этого момента твой рацион будет по-прежнему составлять 50% моей духовной энергии, но в особых ситуациях. Например, когда мне потребуется воспользоваться своей духовной энергией в бою, тебе придется питаться духовными ядрами, чтобы утолить свой голод. Как только у меня появятся излишки духовной энергии, я отдам их тебе, сказал чуму белому кошмару. Все-таки он был одним из его духовных питомцев, которого он выкармливал на протяжении четырех лет. Чуму не хотел бросать этого опасного духовного питомца. В конце концов, без его навязчивого присутствия на каждом шаге развития чуму, парень, без всяких сомнений, не достиг бы нынешнего уровня. Если задуматься, то белый кошмар был первым духовным питомцем чуму, из самых первых его шагов он развивал его. Хоть чуму был беспощаден к врагам, он все еще очень любил своих духовных питомцев. Ния. Ния. Узнав, что ему продолжат давать духовную энергию, он тут же взволнованно выпустил несколько дьявольских криков. Белый кошмар был достаточно мудр, чтобы понять, что после того, как он вызвал недовольство своего хозяина, он, скорее всего, будет сослан в холодные дворцы, и никогда больше не сможет питаться духовной энергией души хозяина. П.П. В эпоху династий в Китае холодными дворцами называли те места, куда отправляли попавших в императорскую опалу наложниц. Так называемая ссылка. Поэтому Белый кошмар удивился тому, что чуму оказался столь щедрый великодушен, не заботясь о прошлом. Самое главное, он продолжит получать духовную энергию. Таким образом, Белый кошмар больше не боялся его гнева. Разобравшись с Белый кошмаром, чуму немного расслабился, но, вспомнив, что из-за влияния полу дьявола его душа постоянно горит, он подумал, что это, вероятнее всего, повлияет на его развитие. Юный господин, не волнуйтесь, благодаря ее высочеству ваша душа, безусловно, быстро восстановится. Старик Сюань увидел, что чуму нахмурился и посчитал, что самое время начать льстить, поэтому тут же начал прыгать вокруг чуму и безумолку болтать. Почему ты называешь эту женщину ее высочество или благородной госпожой? У нее нет имени? Посмотрев на скачущего вокруг получеловека, чуму задал ему вопрос. Ах, да разве ж я посмел бы напрямую обращаться к ней по имени? Удивленно спросил старик Сюань. Чуму посмотрел в окно и сказал, я ничего о ней не знаю, расскажи мне о ней. Чуму сам видел, как эта благородная женщина летела верхом на звездном духовном питомце. Даже если этот питомец был не столь силен, как синий галактический демон-император, он, по всей видимости, уступал не так уж и сильно. С таким мощным духовным питомцем эта женщина должна быть известна в мире духовных питомцев. Еще будучи ребенком, чуму уже догадывался о том, что его равнодушная мать была очень сильным дрессировщиком духовных питомцев, но он никогда не догадывался, что она достигла таких уровней. Старик Сюань кажется немного в курсе истории взаимоотношений этой благородной женщины с ее ребенком. Теперь же, увидев, как чуму отстраняется от нее, он начал действовать, рассказывая все, что знал, при этом смешно кивая своей головой енота. Имя ее высочество – Любинлань. В мире духовных питомцев она является узкопрофильным экспертом. Широкие массы о ней ничего не знают, зато она известна всем самым авторитетным и сильным персонам больших государств и объединений. В общество экспертов все называют ее благородная женщина, или другим именем – холодная красавица. Никому не известно, откуда она появилась. Некоторые говорят, что она ученица могущественного эксперта-отшельника. Но сейчас она занимает позицию звезды Эндера в палате духовных питомцев и духовном альянсе, став кошмаром для многих злодеев. На одном дыхании старик Сюань выдал массу информации о благородной женщине, но слушающий его чуму только сильнее растерялся, так как те сферы, о которых рассказывал старик, явно были на уровне великих держав. Чуму никак не связан с этой сферой, поэтому примеры, которые приводил старик Сюань в попытке объяснить силу его матери, только заставили чуму кивнуть с притворным пониманием, смутно догадываясь о том, что его холодная мать была очень сильным человеком. Она была каким-то звездным Эндером, одно упоминание о котором заставляет многих злодеев дрожать от страха. Вы спросите о том, почему ваша мать и ваш отец так плохо ладит, верно? В этом я не очень уверен. Короче говоря, они собрались вместе, чтобы избавиться от несчетного количества людей. Старик Сюань явно был питомцем, которому очень нравилось болтать, поэтому даже если он не обладал достоверной информацией, он в любом случае что-нибудь да скажет об этом. Только старик Сюань собирался рассказать чуму те сплетни, что он знал и открыл рот, но его тело резко отбросило в сторону, словно губку впечатав в стену. Он умудрился разбить висевшие на стене украшения, при этом сам оказался в полном порядке. Из того, что знает это, 30%, правда, 40% слухи, а последние 30% это то, что он лично выдумал. Тебе не нужно слушать такое. Благородная женщина Лю Бен Лань в какой-то момент вернулась в деревянную комнату, держа в руках испускающие ледяной воздух фрукты, завернутые в покрытый росой большой зеленый лист. Давай, поешь немного. Ты, должно быть, голоден. Лю Бен Лань взяла небольшой фрукт и поднесла его к губам чуму. Позвольте мне сделать это самостоятельно. У чуму сейчас были странные ощущения. Он вспомнил, до этого момента она никогда не кормила его вот так, как пыталась сейчас, словно была хорошей мамой. Лю Бен Лань тоже не настаивала, довольствуясь тем, что просто сидела на кровати, ожидая того, когда сможет расспросить о жизни чуму в эти годы. Чуму тоже не особо подробно. Один рассказ рассказал ей о произошедшем. Изначально я собиралась на твое 18-летие доставить тебя в духовный дворец, чтобы попробовать восстановить твою потерянную душу. Тем не менее мама ничего не знала о том, что ты пропал без вести. Ты, должно быть, испытал много трудностей на этих изолированных островах. Хотя со слов чуму все выглядело не столь ужасно, Лю Бен Лань все равно догадывалась, что за все эти четыре года чуму испытал много горести и грусти. Слушая его рассказ, ее глаза затмила пелена. Я не хочу ехать в духовный дворец. Чуму, услышав, что Лю Бен Лань хочет отвезти его в духовный дворец, немедленно покачал головой и отверг ее предложение. Чуму до этого боролся с контролем со стороны дворца кошмара, а теперь ему предлагают вступить в духовный дворец. Он понимал, что даже если его все время будет сопровождать Лю Бен Лань, непрерывная эволюция мусе все равно доставит чуму много хлопот, поэтому он не хотел вступать в какую-либо организацию. Он хотел просто самостоятельно путешествовать, ища приключения и увеличивая свои силы. Лю Бен Лань теперь, естественно, надеялась, что чуму будет рядом с ней. Она долго уговаривала его, но заметив, что чуму не преклонен, ей оставалось только сдаться. Случись это раньше, она и вовсе не стала бы слушать его мнение, насильно отправив чуму в духовный дворец, заставив его развиваться так, как она считает правильным. Однако Лю Бен Лань больше не решалась так поступать. Даже она могла понять, что отношение чуму к ней, как к матери, было неприемлемым. Если бы она стала более агрессивной и строгой, чуму мог бы просто уйти. Ладно, так как ты не хочешь ехать в духовный дворец, мама не будет тебя принуждать, но твоя нынешняя ситуация далека от нормальной. Позволь взять тебя в город Тиньса, чтобы ты мог спокойно позаботиться о своем здоровье. Затем я отправлюсь на север, чтобы найти мировой бессмертный лед, сказала Лю Бен Лань. Она хотела бы взять чуму с собой, но Лю Бен Лань понимала, что север был крайне небезопасным местом, а мировой бессмертный лед появится в опаснейшем месте. Поэтому она не хотела, чтобы чуму подвергался опасности рядом с ней. Чуму опять покачал головой. Хотя остаточные эффекты превращения в полу дьявола сохраняются, сейчас они на него никак не влияют. Есть шанс, что, если он станет сильнее, то этот эффект может исчезнуть сам по себе. У чуму не было никакого желания оказаться запертым в одиночку, поэтому он отказался от ее предложения. Ваше высочество, как насчет такого? Я, старик Сюань, сейчас бездельничаю. Позвольте мне оставаться вместе с юным господином и следовать за ним в его приключениях и тренировках, чтобы пока вы ищете бессмертный лед, вы были спокойны. Воспользовавшись возможностью, старик Сюань выскочил вперед и предложил выход. Лю Бен Лань с явным недоверием посмотрела на старика Сюаня. Тем не менее, на данный момент она не могла придумать лучшего выхода, поэтому она только кивнула. Тогда пусть тебя сопровождает старик Сюань. Он опытен и много знает, поэтому будет очень полезен на пути твоего развития. Просто идите в город Тинься. Как только я найду лед, я также отправлюсь туда и найду вас. И битва под небесом должна состояться в течение одного или двух лет. Твоя мама считает, что тебе нужно поучаствовать в ней. Это поможет тебе в будущем. Чуму посмотрел на смешного старика и подумал, что он ляжет тяжким грузом на него. Однако хорошенько поразмышляв об этом он понял, что если сейчас не согласится, то Лю Бен Лань будет настаивать на том, чтобы отвезти его в духовный дворец, поэтому он кивнул соглашаясь. Сейчас ему необходимо просто избавиться от нее. Глава 233. Холодный пруд сфера экспертов, то, чего стремятся достичь многие дрессировщики. На самом деле и сам Чуму хотел узнать, что происходит в таинственной сфере высокого уровня развития, частью которой является Лю Бен Лань. Однако Чуму понимал, что предложенный Лю Бен Лань метод его развития будет очень жестким, вполне возможно, что она лично подготовит или уже подготовила для него каждого духовного питомца, руководствуясь своими соображениями. Благодаря обучению Чутин Чина Чуму привык к тому, что он сам подбирает себе духовных питомцев и стиль их дрессировки, поэтому он будет против использования методов Лю Бен Лань. Это если не упоминать о том, что у всех нынешних духовных питомцев Чуму уже есть большой потенциал собственного развития. Сейчас его ключевой задачей является поднятие силы всех его нынешних духовных питомцев. Лю Бен Лань использовала лекарства с ледяным атрибутом для подавления окутавшего душу Чуму дьявольского пламени. Вероятнее всего в ближайшие два года поглощенная высокотемпературным пламенем душа не повлияет на тело Чуму. Конечно, Чуму был уверен в том, что, если он снова войдет в состояние полудьявола, это может привести к тому, что его душа разгорится сильнее. Судя по всему, использование этого состояния он должен отложить в долгий ящик и использовать только когда у него не будет иного выхода. Сейчас Чуму находился в доме старика-отшельника Сюаня. Он был построен в живописном бамбуковом лесу, в регионе Силен, и его можно было назвать достаточно уникальным и элегантным строением. Даже странно, что у такого старого енота будет настолько утонченный вкус. Настоящим именем Сюаня было лиху, хотя себя он предпочитал называть почетным именем старший Сюань. Чуму считал, что называть этого короткорукового и коротканого енота старший Сюань было очень неудобно, поэтому он вместо этого назвал его старый Ли. Изучив его какое-то время, Чуму обнаружил, что у старика нет человеческой крови. Он был чистым духовным питомцем, у которого была возможность заключать духовные контракты с дрессировщиками. Однако, исключая возможность преодолевать пороги верхних уровней, боевая сила старика Ли была почти нулевой, поэтому никто не стал заключать с ним контракт. П.П. Не совсем понятно, о чем тут. Старый Ли был духовным питомцем демонического типа, крайне редким видом енотов, обладая способностью трансформироваться в иные формы и виды. Тем не менее, он был крайне плох в своей специализации, и потерпел неудачу, когда попытался превратиться в человека, поэтому он обрел свой нынешний вид. Как и сказала Лю Бен Лань, старый Ли был опытен, мудр и образован, поэтому сможет оказать значительную помощь в развитии Чуму и дрессировке его духовных питомцев. Если он возьмет с собой этого старика, у Чуму отпадет потребность в поисках необходимых книг. Старик ли эквивалентен ходячей энциклопедии? Но у него была одна крайне неприятная черта, а точнее он зачастую добавлял оригинальной информации, лично выдуманные детали, факты и события, а также неожиданно уходил в сторону от темы разговора и начинал нести чушь. Поэтому Чуму очень нужна была способность вычленять правду из потока лжи, который нем этот старик. С большим трудом Лю Бен Лань наконец воссоединилась со своим сыном, поэтому она не стремилась покинуть его так быстро. Поэтому она специально сопровождала Чуму в начале его пути. Лю Бен Лань была воистину ледяной красавицей. Она не любила много говорить и очень редко улыбалась, поэтому она совсем не знала того, как стоит взаимодействовать с Чуму со стороны обязанностей матери. В конце концов, она решила быстро найти мировой бессмертный лед, чтобы излечить Чуму, поэтому она, не теряя времени, оставила Чуму. Увидев, как Лю Бен Лань улетает верхом на звездном духовном питомце, эмоции Чуму слегка изменились. Чуму повзрослел и больше не вел себя как обиженный ребенок. Он смутно чувствовал, что отношение Лю Бен Лань к нему изменилось, поэтому теперь, когда она ушла, он ощутил в своем сердце легкое чувство небольшой потери. Юный господин, за эти несколько дней, вероятнее всего, ее высочество произнесло больше всего слов и больше всего улыбалась. Активно жестикулируя руками, сказал старый Ли, стоя рядом с Чуму. Им-им-им, я заметил, кивнул Чуму. На протяжении многих лет характер Лю Бен Лань оставался черствым. Она вообще не знала, как заботиться о других, да и говорить она никогда не любила. Чуму посмотрел на Лю Бен Лань и спросил у старого ли рядом с ним, что это за духовный питомец, на котором она летит. Поглаживая своей короткой рукой свои бакенбарды, старый Ли с некоторой завистью ответил. Духовный питомец ее высочество имеет высокое происхождение. В нем течет кровь одного из шести императорских духовных питомцев из шесть звездных пространств, известного как Звездная река. О Звездной реке нет задокументированной информации, поэтому его невозможно классифицировать. Реальная внешность Звездной реки, скорее всего, известна только ее высочеству. Его боевая сила очень страшна, он является практически гегемоном среди всех крылатых духовных питомцев. Скажем так, его сила находится примерно на уровне синего галактического демона императора из запретной области на юге, высокоуровневого духовного питомца, который обладает властью и положением даже на уровне всего мира духовных питомцев. Чуму оставалось только кивать, хоть понимал он от силы половину. Если измерять в таком сравнении, то сила Лю Бен Лань должна быть выше, чем у синего галактического демона императора, потому что Звездная река была только одним из ее духовных питомцев. Что касается собственного совершенствования Лю Бен Лань, Чуму мог только догадаться, что она, скорее всего, достигла уровня духовного императора. П.П. Духовный мастер, духовный император, духовный владыка. Но юный господин, вы достигли сферы духовного мастера в столь юном возрасте, обладаете сильным духовным питомцем, который не уступает белому кошмару. Вам вряд ли придется долго ждать того момента, когда вы достигнете уровня ее высочества, старый ли тут же начал льстить. Чуму ухмыльнулся уголками губ. Даже если он потерял душу, Чуму все равно сможет достичь уровня Лю Бен Лань. Кстати об этом, юный господин, куда мы сейчас направляемся? Мы отправимся прямиком в город Тинься, или у юного господина есть другие планы? Спросил старый ли. Отправимся сначала в южный регион, сказал Чуму. Его клан уже мигрировал в южный регион, где нет влияния дворца кошмара. Отправившись прямиком в город Тинься, они пройдут мимо южного региона. Чуму ощущал потребность отправиться в южный регион, чтобы узнать текущую ситуацию в клане. Как только он подтвердит, что у них все в порядке, то он продолжил путь на восток. Чуму спросил у Лю Бен Лань о Чу Тиньчине. Она сказала, что в последние годы не связывалась с ним, но знает, что он собрался вернуть себе то, что когда-то принадлежало ему. Поэтому он направился на восток, чтобы продолжить свое обучение. У Чуму вообще не было никаких известий о нем, поэтому ему оставалось послушаться Лю Бен Лань и отправиться в город Тинься, чтобы поучаствовать в так называемой битве под небесами. Юный господин, между регионом Силен и южным регионом есть место, называемое Холодный пруд греха. Я предлагаю вам искупаться в нем. Это здорово поможет в нынешней ситуации с вашим телом, к тому же, если у вас есть какой-нибудь питомец ледяного атрибута, то он также сможет усилить себя, окунувшись в Холодный пруд. О, и где этот Холодный пруд греха? Спросил Чуму удивленно приподняв бровь. Его фея ледяного воздуха по-прежнему остается на шестом ранге третьего уровня, а ледяной кристалл, который она контролирует, был по-прежнему самым обычным ледяным кристаллом. Если она сможет каким-то образом постигнуть или заполучить черную кристальную ледяную жемчужину, то сила феи ледяного воздуха значительно возрастет. Он находится на границе между регионом Силен и южным регионом. Однако там таятся множество опасностей, поэтому я предлагаю вам отправиться туда с группой знакомых вам дрессировщиков. Тогда это будет намного безопаснее, сказал Старый Ли. Чтобы достичь места в южном регионе, куда переселился Клан Чу, ему придется пересечь границу региона Силен и южного региона. Если это усилит лед феи ледяного воздуха, Чуму конечно же должен отправиться туда, поэтому он тут же призвал своего громового зверя и отправился в сторону границы. Холодный пруд греха на самом деле раскинулся глубоко в высоком горном массиве. В основном эти горы стояли голыми из-за того, что были бесплодны. Если человек посмотрит на них со стороны травянистых равнин, ему может показаться, что это не горы, а распластавшийся по земле каменный дракон. Между горами висели странные черные облака. Иногда гремел гром и сверкали молнии, из-за чего скальный гребень горного хребта выглядел еще более загадочным. Спустя полмесяца Чуму пересек весь регион Силен и достиг его юго-западной границы, остановившись в городе девятого ранга, наиболее близком к холодному пруду греха. Город Холодного пруда, естественно, медленно развивался за счет этих бесплодных гор. Из-за того, что многие духовные питомцы обитают в горном хребте греха, большинство дрессировщиков духовных питомцев начинают охоту на них из города Холодного пруда. Холодный пруд греха имеет фазу роста и ослабевания. Этот период составляет около двух лет. Если я правильно помню, сейчас должна быть фаза роста, поэтому многие люди отправились в поисках холодных прудов в горы, сказал Чуму Стар или, балансируя на голове громового зверя. Они ищут холодные пруды греха. Неужели существует несколько подобных мест? Спросил Чуму. Много, очень много. Их миллионы, но подавляющее большинство иссякло. Даже если их находит раз в день, нужно быть очень удачливым, чтобы вода в нем сохранила свой эффект. Кроме того, сейчас наступила фаза роста холодных прудов, поэтому шанс найти нормальный пруд немного выше, сказал Стар или. Все близлежащие регионы отправят своих людей, но что это будут за люди? Возможно ли, что у них будет большая свобода действий? Спросил Чуму. Город Силен региона Силен определенно отправит несколько дрессировщиков духовных питомцев молодого поколения. В конце концов, вода из холодных прудов очень эффективна для духовных питомцев ледяного атрибута, что не успели пройти через особое усиление. Также южный клан из южного региона, великий клан Чу из региона Вагу, клан Ян из города Ганло и клан Цзя из региона Цзя. Все они, скорее всего, отправят своих молодых экспертов с питомцами ледяного атрибута. В прошлом поиски холодных прудов превращались в тихий конкурс. Также иногда вспыхивали бои за них, сказал Стар или. Звучит шумно, Чумура смеялся услышанному. Поскольку такие силы отправляют свои молодые поколения в поисках этого сокровища, это значит, что вода из холодных прудов действительно редкий духовный предмет. Хе-хе. Юный господин остается юным господином, которому нравится бросать вызов судьбе. Люди, которых посылают сюда эти силы, зачастую являются достойными членами основной семьи, поэтому их способности и сила выше среднего. Если юный господин будет в настроении, вы наверняка сможете преподать этим высокомерным парням хороший урок, или пофлиртовать с прекрасными женщинами этих кланов, смеясь сказал Стар или. Стар или любил собирать всевозможные сплетни, поэтому он знал о короле острова заключения Чуму. Он считает, что сил Чуму более чем достаточно для того, чтобы иметь дело с молодым поколением этих сил. Глава 234. Брат и сестра через город Холодный пруд пролегает одна очень людная улица. Сейчас у Чуму было около 1 миллиона золотых, и ему необходимо приобрести на городском рынке духовные ядра. За все то время, пока за ним гонялсяся Гуанхань, у Чуму не было возможности даже пополнить запасы духовных ядер, поэтому практически вся еда для духовных питомцев была потрачена. Всем его духовным питомцам, кроме Мое, необходимы духовные ядра шестого уровня, причем атрибуты ядер должны полностью соответствовать атрибутам питомцев. Проще говоря, чем больше было атрибутов, тем дороже было ядро. Чуму потратил 500 тысяч золотых на покупку нового, более вместительного пространственного кольца, а на оставшиеся деньги набрал духовных ядер, необходимых его духовным питомцам. Купив духовные ядра, Чуму отправился на громовом звере в гостиницу, устроившись в которой решил как следует отдохнуть, прежде чем отправиться в мрачные скалистые горы. Ву-ву-ву, попав в свои комфортабельные апартаменты, любящая чистоту Моссе с радостным воем прыгнула прямиком в наполненную ароматной водой ванну. Ага, старый я тоже хотел бы искупаться, я весь в пыли, старый ли снял с себя нелепую одежду и открыл миру свое маленькое тело, покрытое короткой шерстью. Разбежавшись он тоже прыгнул в ванну, желая искупаться в ней. Но в тот момент, когда тело старого ли находилось в прыжке, один из маленьких хвостов Моссе внезапно растянулся и врезал по грязному телу старика. Внезапно в дверь комнаты постучали. Чуму не обратил внимания на вылетевшего в окно старого ли. Медленно поднявшись, он подошел к двери и открыл ее. Ха-ха, это действительно Чуму. Открыв дверь Чуму увидел два знакомых силуэта, а затем услышал удивленный голос. Чуму сначала не понял, что происходит. Внимательно посмотрев на двух мужчин, стоявших перед ним, он только через некоторое время изобразил удивленную улыбку. Старший брат, третий брат, откуда вы здесь? В дверях стояли Чусин и Чунин. Чуму и не думал о том, что сможет встретиться с ними в городе Холодного пруда без предварительного согласования, учитывая то, что они отправились вместе с кланом в Южный регион. Мы проходили мимо и услышали разговор прохожих, которые обсуждали подростка, недавно проехавшего по этой дороге на роскошном громовом звере и первое, о чем мы думали, это о твоем громовом звере. Поэтому мы порасспрашивали прохожих и, наконец, нашли это место. Постучав в дверь мы не рассчитывали особо на то, что это на самом деле будешь ты, смеясь объяснил Чунин. Звери грез были довольно редкими духовными питомцами статуса командир, что уж говорить о духовном питомце смешанных атрибутов, на вроде громового зверя ночных грез, которых встречают еще реже. Чусин и Чунин изначально просто хотели проверить, но владельцем громового зверя на самом деле оказался Чуму. Чуму пригласил их в комнату и тут же начал слушать объяснение того, почему они отправились в город Холодный пруд. По правде говоря, клан Чу сейчас переехал в место, что находится к северо-востоку от Горного хребта. Более того, расстояние до города Холодного пруда было достаточно близким. До него было всего лишь шесть дней пути, а если ехать на высокоранговом духовном питомце, то путь и вовсе займет около четырех дней. Клан обосновался в городе Цинфань, и для развития ему требуется множество различных ресурсов. Поэтому молодое поколение разбрелось во всех направлениях, стремясь завести близкие знакомства и изо всех сил пытаясь добыть клану несколько ценных предметов. Чусин и Чунин были назначены в одну команду. Холодные пруды греха были знаменитым местом. Этих двоих направили в это место, пока холодные пруды были в фазе роста, чтобы узнать, смогут ли они добыть ценную воду из холодного пруда. Даже если у них хреновая удача, и они не смогут добыть ее, они получат в Горном хребте ценный опыт, увеличив свою силу. «Я слышал, что великий клан Чу в этот раз также отправил несколько своих людей в этот город. Может быть старшая сестра Чу Цань будет среди них», произнес Чунин. «Сестра Цань Цань может оказаться в городе холодного пруда?» Чуму был немного удивлен. Он считал, что она должна быть достаточно сильна. Просто он не видел ее в течение долгого времени и не знал, какое положение она сейчас занимается у великих Чу. «Это вряд ли она не упоминала об этом событии в своих письмах», сказал Чу Син. «Мы пробыли в городе Холодный пруд достаточно долго, и собрали довольно много информации. Сейчас мы готовились собраться и выдвигаться в путь, так что твое появление действительно своевременно. С тобой наши шансы значительно возрастут. Даже если мы встретимся с членами крупных кланов, нам не придется беспокоиться», сказал Чу Нин, после чего рассмеялся. «Я как раз собирался нанять местного проводника, который отвел бы меня в горы. Коли так, давайте отправимся завтра рано утром», рассмеялся Чу Му. Чу Син и Чу Нин уже проложили маршрут, и были людьми, которым он может доверять, поэтому у Чу Му нет нужды в поиске чужаков. «Мы также нашли пару человек, брата и сестру. Они планировали отправиться в Холодный пруд греха, но они очень ленивы для того, чтобы разобраться в ситуации. Их способности достаточно сильны. Их спокойно можно назвать опытным людьми. Они собираются отправиться вместе с нами завтра утром. Таким образом, в путешествии у нас набирается пять человек», — сказал Чу Син. Чу Му кивнул. «Холодные пруды раскинулись в мрачных горах. Хотя в них нет аномалий, подобных вводящих в заблуждение миров, горы все равно считаются очень опасными. Если с ними будет больше людей, они смогут друг другу помочь. Эта парочка надежная?» — спросил Чу Му. «Мы контактировали с ними в течение нескольких дней. Парень очень ветреный и любит пререкаться с другими, но не похож на человека, скрывающего свои истинные намерения. Девушка довольно приличная и вызывает у окружающих приятные эмоции», — сказал Чу Син. «Старший брат, насколько я вижу, это не просто приятные эмоции, верно?» — спросил у него странным тоном Чу Нин. Чу Син закашлялся, но промолчал. Чу Му не понял намеков, которыми они перекидывались, поэтому просто проигнорировал это как нечто, что не имеет для него значения, не беря в голову. Чу Син и Чу Нин остались ночевать в комнате Чуму. Но Чуму, как обычно, провел, развиваясь. Сначала он отдал 50% своей духовной энергии белому кошмару, после чего медитировал, уснув только на рассвете. Ранним утром Чуму терпеливо накормил всех своих духовных питомцев ядрами, после чего подождал собирающихся в путь братьев. Чуму взял на руки Мося и предупредил старого ли, чтобы он не разговаривал без его разрешения, а затем последовал за братьями к востоку от города, навстречу с их компаньонами. На востоке от города было оживленно. Время от времени через городские ворота проносились дрессировщики, верхом на своих питомцах, но чаще можно было увидеть большие группы дрессировщиков, которые, судя по всему, также направлялись в поисках ценной воды холодных прудов. Они там, но кажется они с кем-то спорят. Чучин очень быстро отыскал брата и сестру, но возле них сейчас стояло три человека, на лицах которых читалась враждебность. Мы вмешаемся? Чунин посмотрел на Чуму. Да, надо, ответил тот. Как только они подошли ближе, Чуму сразу увидел брата и сестру, о которых говорили Чусин и Чунин. В точности, как и сказал Чусин, парень таки источал беспечности буйный характер. Будь то стрижка или наряд, они оба выказывали чувство подросткового кочевника. Особенно у него выделялась странной формы меховая шляпа на голове. У девушки были прямые черные волосы, откинутые на спину. Ее лицо было нежным и красивым. Посмотрев на ней чуть дольше, она постепенно вызывала у него определенного рода интерес. Особенно привлекательной у этой девушки была ее фигура. Сверху ей тонкое элегантное тело со светлой кожей было облачено в обтягивающую рубашку, подчеркивающую все очаровательные изгибы. Длина рубашки доходила до бедра. Снизу на ней были тонкие брюки, плотно обволакивающие ее красивые ноги и подчеркивающие их стройность. С виду вполне обычная и даже простая, но в то же время красивая и имеющая твердый характер. У Чуму сложилось очень хорошее первое впечатление об этой девушке. Вы думаете, что я не смогу вырвать ваши глаза? Внезапно раздался резкий голос, прерывая восхищение Чуму. Почему бы тебе не распахнуть свою рубашку и не показать свою грудь, чтобы я смог увидеть столько, сколько захочу, серьезно произнес этот беспечный парнишка. Ты бесстыдник. Сегодня ты умрешь. Лицо девушки стало ярко-красным, и похоже, что она хотела призвать своего духовного питомца, но не могла. Во многих местах города было запрещено призвать духовных питомцев для любых целей, кроме ездовых, так как был запрет на сражение между дрессировщиками духовных питомцев. Поэтому, хоть девушка была невероятно зла, она не смела нарушать порядок города и призвать своих духовных питомцев перед охраной. Ян Лин, оставь его. Не обращайте внимания на этого некультурного варвара. Нас уже ждут снаружи, попыталась успокоить свою подругу девушка в темно-желтой короткой рубашке и длинных шелковых штанах. Это я некультурный? Девчонка, не думай, что можешь оскорблять других только потому, что они у тебя настолько большие. В этот раз слова парня действительно оказались крайне некультурными. Перед ними стояли трое, две женщины и один мужчина. У девушки по имени Ян Лин был приличный внешний вид и фигура. Особенно ее грудь, которая выглядела так, словно вот-вот вырвется из оков ее тонкой рубашки. Несложно было угадать истинную причину их спора. Скорее всего это все из-за того, что этот парень долгое время смотрел на пышные и крайне заманчивые особенности Ян Лин, что и вызвало негодование другой стороны и спровоцировало словесную перепалку. Стоит отметить интересный факт. Пока ее бесстыдный брат ругался с этими девушками и парнем, его совершенно спокойная сестра просто стояла рядом. Словно заскучав она окинула безразличным взглядом толпу, стараясь найти тех двоих, и наконец увидела Чусина и Чунина. Брат, они пришли. Сестра спокойно схватила за воротник своего брата, который продолжал ругаться с девушками. Не дожидаясь, когда он закончит говорить, она потащила его. Полегче, полегче что, я бандит какой? Если ты так скудно оделась, выходя на улицу, да еще и кокетливо улыбаешься, тогда невинимые глаза в том, что они смотрят на тебя. Если же ты такая непорочная, тогда накинь плотный халат и не покидай своей комнаты. Даже когда этого бродягу тащили, он не переставал проклинать этих девушек. Эта троица выглядела настолько разъяренно, словно собирались кинуться и сбить этого парня, но у них кажется есть срочное дело, поэтому им осталось только насильно подавить гнев в своих сердцах и, бросив напоследок несколько ругательств, быстро вышли через восточные ворота города. Глава 235. Пурпурный зверь грез перестань тянуть, перестань тянуть. О, ребята, вы пришли. Мы оказались здесь пораньше, поэтому немного поговорили с теми красавицами, беспечно произнес бесстыдный парень. Три брата клана Чу переглянулись и решили сдержаться от высказываний, не выяснив всех деталей. Четвертый брат, позволь представить вас. Того, кто слишком болтлив, зовут Еваньшин, а это его сестра, Ециньцзы, представил их Чусин. Чу мукивнул им. Увидев, что Чусин собрался его представить, он перебил его и сказал. Чучин. О, так что вы все члены клана Чу. Но я слышал, что люди клана Великих Чу еще несколько дней назад отправились в поисках Холодного пруда. Улыбаясь, произнес Еваньшин. Хотя Еваньшин сохранял легкую улыбку, Чуму, конечно, не понял почему, но он почувствовал, что взгляд этого человека претерпел какие-то странные изменения. Мы, члены внешнего клана, на самом деле мы не имеем прямого отношения к клану Великих Чу. Увидев направленный на него взгляд Еваньшина, Чуму сразу дал объявление.